Спасибо большое. Ну, честно говоря, наверное, все хорошее когда-то подходит своему логическому завершению. Наши с вами встречи, когда это логическое завершение, тогда у вас будет в руках диплом, полученный в одном из самых красивейших мест нашего города, в историческом месте, в месте, которое основывал еще Петр Алексеевич Романов. Я, правда, хочу спросить, кто это такой. Ну, я больше уверен, что, наверное, вы знаете. Музей артиллерии, инженер, вопрос и его связи. Почему именно там выбрано место вручать диплом выпускникам военной веры? Потому что… Можно вас попросить сразу на сцену? Будьте добры, пожалуйста. Аплодисменты. Конечно, хотел бы вас попросить сразу тут переодеться, но вы понимаете, что это футбол у меня для вашей девушки. Элька, вам маловато. Откуда вы? В Дистанте-Бурге. Район? Выборгский. Улица? Энкерса. Дом? 145. Мортира? Моя. Хорошо. Он со своей квартирой. Можно отказаться от общежития. Тем более у него есть футболка. Спасибо большое. Удачи. Так вот, именно там было подчитано, что практически 70% экспонатов современности из современной выставки изготовлено руками выпускников военных. И это очень важный аспект. Поэтому мне очень хочется вас там увидеть и с гордостью с вами поздороваться с тем, что вы прошли этот путь и стали выпускниками этого замечательного учебного заведения. Ну, а сейчас я бы хотел сюда на сцену пригласить смельчаков, которые боятся, может быть, уже проверят какие-то лидерские качества. Есть такие, кто не боится выйти на сцену? Пожалуйста, не надо в сторонку, можно сразу проходить. Сотрудничать! Достаточно этого. Достаточно. У всех, кто идет только единство, с такими достаточно. Те, кто остались по каким-то причинам постеснялись, это не значит, что вы не видели. Может быть, вы просто более скромны, а тем, кто вышел на сцену, я обращаюсь к вам. У вас есть еще возможность просто уйти спокойно. Танцевать никто не будет. У нас же все-таки технический УС. Есть гуманитарий. Замечательно. Тогда посмотрим, как вы готовились к поступлению в наше учебное заведение. Попробуйте ответить, кто такой Устинов. В честь его назван университет. Да что вы! Это отдельные аплодисменты. А кто это? Ясно. Ну, хотя бы то, что в честь его назван университет уже, пожалуйста, чтобы было что-нибудь писать. Военный? Военный. Адмирал Балтийского флота. Адмирал Балтийского флота? Ну, тогда дважды краснознаменного Балтфлота, да? Выпускник этого вуза. Да что вы! Из него назван университет. А кто он был? А, спасибо. Ну, хотя бы вы знаете, что он выпускник. Ну, это великолепный человек. Замечательно! Просто великолепно! Что? Куда он вел? Он вел вот основан ракетный пакет и... Да что вы! Вот это! Вы уверены в этом? По-моему. Да. Ага. Герой. О-о-о! Советского Союза. Ага. Мы с Тамарой с Ольгин Пары, мы с Тамарой с Эмильдай. Это правда, из моего детства. Но если вы знакомы? А вы не знаете? А такое ощущение, что двое зловца одинаковый с лица. Ну, пока я иду дальше, познакомьтесь. А я ему об этом рассказал. Хотелось бы, чтобы вы им и вручили диплом в будущее, свой. Советский военачальник, он дважды герой. Государственный деятель. Да? И какой что он делал? Государственным деятельным. У него. Сказали, что вы самые умные, потому что вы готовились к сегодняшней встрече. Устинов – это марша Советского Союза. Блин. Это точно не Кустинова. Честно говоря, я больше, чем уверен, думал, что вы с этим справитесь. Но, к великому сожалению, мне предстоит задать еще один вопрос. Уж тот, кто на него не ответит, тот, наверное, покинет нашу сцену и пойдет обратно в зал. Скажи, пожалуйста, а сколько лет вы мне в 2017 исполнили сегодня? 85 лет. Вы уверены? Да. Точно? Может, нет? Да. А вы как думаете? 85. Так же. Нет, нет, я ничего не говорю. 85. 82. Кто считает, что 85, сделайте шаг вперед. Ага. Так хочется сказать еще один шаг вперед, потом. Ну ладно. Спасибо. Можно вернуться обратно. Ну, честно говоря, должна же остаться пятерка сыгрышеков, потому что всего лишь пять человек осталось сейчас на сцене. А всего лишь навсего все как бы очень сложно с одной стороны, с другой стороны очень просто. Я вот, после вопроса Сурстины вот даже теряюсь, мне очень хочется, чтобы вы сегодня же вечером зашли в интернет и изучили биографию человека, в честь которого назван учебное заведение, в котором вы будете учиться, в котором вы поступили, которое для вас станет, ну, большими дверьми в эту жизнь космоса, дверьми в жизнь вооружений, в жизнь в защите нашего Отечества. Скажите, пожалуйста, а какую часть суши занимает Российская Федерация? Шестую. Да что вы? Одно шестую. Уверены? Да. А кто так же думает? А кто так не думает? А куда вы приобрели? Нет, кто так не думает, на месте оставайтесь. То, что вы подняли уже так, вы как думаете? Одно шестую. Вы уверены или думаете? Ну, идите к ним. А вы как-то растерялись, у меня у вас ножки маленькие. Я понял. Так как вы думаете? Что? Одну восьмую? Седьмую? Нет, за шестую. Давайте определяться, какую? Шестую. Шестую. Хорошо. А вы как-то от всех отстали, это почему? Ну, вы сказали, что то, что это суши, именно вы имеете как бы обновление, да? Нет, я спросил у вас. Сколько занимает суши наша Российская Федерация? Сколько? Спросите у товарища. Нет. Так вы еще не послали? А, вы товарищи который? Я понял, так это все-таки? Спасибо. Спасибо, шестая. Вам не повезло, придется. Ну и ладно, сказал. Ну, понимаете, как все просто, человек сдается. Ну, а теперь остается совсем немного, можно аплодировать. Действительно, наша страна занимает одну шестую часть суши. А скажите, пожалуйста, нам же точно известно по истории, что в 1917 году, а потому что в современной истории российского государства, от нас некоторые части земли уши нас покинули. И наше государство стало чуть меньше. Из империи, которая была до Октябрьской революции, мне очень сложно сказать Великая Октябрьская, потому что очень много споров, какая она все-таки, да? Но, конечно, главное, что проходило в нашем городе, мы потеряли землю. Скажите, а вот до Великой Октябрьской революции какую часть суши занимала наша империя, Российская империя, которую мы переняли? А тут я ничего не говорил, всю программу. Одну пятую. То есть была больше, поэтому я по пятую. Мне нравятся девушки, которые решили по-честному. Молодцы, я прям аплодировал. Одну четвертую. Ты чего себе? Одну седьмую. 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 Одну пятую. Одну пятую. Одну седьмую. Ага. Одну седьмую. Эх, говорят ведь, учите историю, а ведь Российская империя, даже со всеми землями, которые сейчас не распространяются на нас, и куда мы уедем теперь по загранку спонтан, и которые теперь нацелены, а мы, занимает по-прежнему одну шестую часть суши. Поэтому маленький процент суши ушел с нашей империи, а так хочется все вернуть, и это здесь 100 раз. Поэтому, уважаемые друзья, всем большое спасибо. Учите историю.